У меня глупый вопрос, но реально хочется узнать у тебя, может ли человек придерживаться материализма полностью без идеализма и наоборот? А, ну это смотря как мы понимаем идеализм и материализм на самом деле. Смотри, и материализм, и идеализм – это метафизические учения о природе Вселенной. То есть материализм – он про то, что все состоит, все есть материя, и, соответственно, если идея и есть, то она сводится к материи. А идеализм – он про то, что, соответственно, все есть идея, ну или дух, например. И, соответственно, материя, она если и есть, то она сводится к идее. Поэтому, понятное дело, для материалиста идеально это оно может быть. Оно даже наверняка, как правило, есть в том или ином виде. Просто оно сводится к материи, оно сводится к материальному. Потом уже появляются нередуктивные, нередукционистские разновидности материализма, но это уже происходит, когда материализм стал называться физикализм. То есть физикализм бывает редукционистский, нередукционистский. Нередукционистский и физикализм, он уже материализм, его еще и эллиминативным называют иногда. Это вот когда идеальное-то оно не сводится к материальному. Почему? Потому что его нет просто ни в каком виде. Ну и, соответственно, опять-таки, если мы материалисты, то для нас рассуждать про идеальное, как идеальное, сводится ли оно в целом к материальному, особо смысла не имеет. Мы рассуждаем про разные его компоненты, скорее, которые кто-нибудь другой, какой-нибудь сторонний наблюдатель, который нас слушает, может сказать, что, ну да, вот эти все вещи, которые обсуждает этот материалист, это идеальное, но для материалиста оно на самом деле материальное. Но с точки зрения материалиста, как бы взять и объединить сознание и, например, универсалы. То есть вот две такие большие проблемы в философии, за которые любят цепляться идеалисты. То есть мы берем проблему сознания, разума и проблему универсалов. Это две совершенно разные проблематики со стороны. В принципе, кому-нибудь может быть вполне себе очевидно, что и то, и то оно идеальное. Но для материалиста это просто две разные проблемы. Обе решающиеся материалистическими, значит, путями. Для марксистов через их, значит, диалектическое снятие, исторический процесс, средства производства, вот это все. Для других материалистов, которых вульгарными материалистами называют в марксистской топике, оно решается как-нибудь иначе, через генетику, через еще что-нибудь. Потому что материализм не сводится к тому, что мы либо генетические детерминисты, либо диалектические материалисты и все. То есть там, на самом деле, больше всяких вариантов, гораздо. То есть можно быть... Можно быть... Бля, как бы... Мудак. Так, значит, это самое. Да, то есть материализм... Материализмов разных их как бы, ну, дохуя, соответственно. Идеализмов, что характерно, тоже очень много. То есть не только там субъективный, объективный. Да, то есть там самые разные школы мысли, совершенно не похожие друг на друга, мы можем, в принципе, взять и записать в идеализм. А можем и не записывать. Ну, и еще стоит понимать, что идеализм и материализм – это тоже не единственные две игры в городе. То есть, в принципе, можно не быть ни тем и ни тем, к примеру. То есть, если мы считаем, что весь мир, он сводится к какому-нибудь началу, которое метафизически нейтрально просто по своей природе. Ну, вот, к примеру, если мы пифагорейцы, мы считаем, что весь мир, он из математических объектов состоит. Но при этом мы считаем, что математика метафизически нейтральна. Ну, то есть, математика работает в любом случае, то есть, в материалистической модели и в идеалистической модели. То есть, там без разницы совершенно для математики, совершенно без разницы, все из материи или из идеи. Вот если мы считаем, что математика – это не идея и не материя, к примеру, и при этом все к ней сводится, то, ну, как бы, мы не материалисты и не идеалисты. Вот. Мы можем считать, что бог – это не материя и не идея, например. И если все сводится к этому самому богу, то, опять-таки, мы и не материалисты, и не идеалисты в такой ситуации. Продолжение следует...